Согласно данным оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, за последние сутки в стране выявлено 432 новых случаев заражения коронавирусом. 1024 человека выздоровели. Жизни 10 человек спасти не удалось. В стране от COVID-19 полностью вакцинировано около 800 тысяч человек. При этом одну дозу прививки получили почти полтора миллиона граждан. О ситуации в мире в нашем следующем сюжете. До сегодняшнего дня в мире зарегистрировано более 164 миллионов случаев заражения коронавирусом. При этом скончались более 3 миллионов пациентов с положительным тестом на COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают спад заражаемости. Взять под контроль распространение инфекции постепенно получается в Индии. Однако резкий прирост заболеваемости успел повлиять на объёмы экспорта Индийского института сыворотки крови, крупнейшего производителя препарата для международной программы COVAX, из-за чего программе по справедливому распределению вакцин сейчас не хватает 190 миллионов доз препарата. В некоторых европейских странах ситуация стабилизируется. Португалия вновь открыла свои границы и встречает туристов из Великобритании, из стран ЕС, где наблюдается низкий уровень заражения. Первые гости отправились на пляжные курорты Атлантического побережья. Желающие приехать в Португалию должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Для нас этот день очень важен, потому что он знаменует собой развитие экономики. Наш регион сильно зависит от туристической деятельности. Здесь более 60% населения прямо или косвенно связано с туризмом. После месяцев изоляции в Великобритании вновь заработали театры и кинотеатры. В соответствии с планом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для посетителей открылись и внутренние помещения ресторанов и кафе. Есть надежда, что постепенно ослабление карантинных мер приведет к снятию всех ограничений на социальные контакты к 21 июня. Начиная с 7 июня в Германии отменяют приоритетную вакцинацию, при которой прививку получали лишь определенные группы граждан и переходят к всеобщей вакцинации. Медина Гурбанова, СБС